всем привет привет всем отличной новой недели сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему к чему вы стремитесь коротенькие сделаю вот прям буквально несколько карт вот не хочу делать сегодня большое что-то такое оппозиции видите и мы сразу приступим позиция номер один на голубенькие камешек единички смотрим к чему вы стремитесь сейчас к силе к силе какой-то своей внутренней силе духа либо наоборот желание как-то наполнится энергетически до для тех кто болен здесь желание краски выздороветь а так в принципе вот какие-то накопительные именно энергетически здесь вопрос про энергии энергетические силы здесь необходимо кто-то хочет вот просто восстановить свои силы даже если вы не больны здесь восстановление сил идет в контексте знаю как то вот хочется отдохнуть что ли хочется немножко расслабиться хочется как-то полениться здесь присутствует некая такая усталость либо может быть наоборот момент того что вы как-то расфокусированы сейчас на данном этапе и вот как-то на перспективу не сейчас чуть позже будете стремиться к тому чтобы собрать свои силы воедино да то есть собрать себя в кулак для того чтобы двигаться дальше но вы не хотите делать это грубо да то есть через как-то применение использование силы воли вы хотите это сделать полюбовно вы хотите это сделать как-то мягко плавно но однозначно здесь акцент на ваше внутреннее состояние на ощущение именно наполненности да то есть ощущение жизненных сил может быть даже и на физическом уровне как-то еще к чему вы тут стремитесь луна до интересные моменты кто-то стремится выйти сейчас из какого-то непонятного для себя состояния да то есть здесь иллюзорность здесь неясность непонятность тягость какая-то вот эмоциональная гипска эмоциональное болото да то есть вроде бы хочется как-то выйти из этого состояния непонимания хочется какой-то ясности хочется что-то прояснить своей жизни двигаться к более каким-то высоким целям для себя но вот сейчас как-то эмоционально именно эмоционально погрязли зависли как того затягивает вас вот это состояние какой-то неопределенности иллюзорности возможно были какие-то моменты где до определенного момента вы во что-то очень сильно верили а потом вот произошло случилось какое-то разочарование и она у вас утопила как-то в болоте своих эмоций да поэтому и нету силы либо есть не знаю какое-то может быть воздействие эмоциональное да на вас тоже здесь какая-то вот идет применение какой-то силы влияние возможно на вас что забирает ваши жизненные силы на данном этапе вот что забирает ваши силами я хочу посмотреть яркость именно ваша проявленность то есть если вашей жизни сейчас появляется ли вы есть необходимость больше общаться с людьми подписывать договора куда-то ходить с кем-то встречаться то именно коммуникации общения но действительно забирает у вас очень много сил поэтому здесь есть такое знаете желание уйти в тень уйти в луну вот как-то скрыться от глаз стать и не на некоторой степени в некоторой степени невидимой чтобы наполниться энергетически то есть здесь не хватает просто элементарно какого-то отдыха что ли хорошо если предположить что вот вы восстановили свои силы дальше если что-то к чему вы стремитесь пока еще для себя вы не определили нет здесь есть вот эту вот дуальность да я еще не вставала перед вопросом выбора еще нету понимания для меня важно на данном этапе прийти к единению с самим собой да то есть к принятию пониманию себя к очерчиванию выстраиванию своих собственных границ для того чтобы в дальнейшем открыть для себя какие-то двери то есть пока вы не готовы не идти в новое не там не знаю что-то для себя опознавать что-то завершать сейчас вообще не про это сейчас вот во все ваши силы все ваши ресурсы брошены именно на восстановление своего потенциала энергетического аркан умеренности краски говорит да то есть пока я пробую всевозможные способы разные может быть упражнения тренировки как-то я не знаю медитации может быть там я не знаю и глоукалывание вот какие-то техники практики для того чтобы наполнить как можно больше ресурсом энергетическом энергетическим поэтому пока вы никуда не стремитесь а если можно было бы сказать что стремитесь куда-то только в тень сейчас я хочу пойти в тень сейчас я хочу чтобы меня оставили в покое для того чтобы я как-то я не знаю хочется сказать как посплю да вот посплю просплюсь и встану бодрячком да то есть вот как то так может быть я не знаю смотрите расклад вечером поэтому такие знаете раскусил расфокусированные да и хочется поспать то есть сейчас не время сейчас вот как будто бы вашей жизни наступил такой знаете помная темная ночь души когда ничего не понятно ничего не известно но это нужно переждать да как-то перетерпеть этот момент но не в негативном ключе что как-то я мучаюсь нет вот просто переждать потому что пока ясности нету а ясности нету потому что нету сил для того чтобы пролить свет вот как-то так по первой позиции у нас скорейшего вам восстановления и мы идем в позиции номер два красненькому камешку двоечки привет коротенький расклад к чему вы стремитесь сейчас новым возможностям для себя открываете к некой такой перспективе перспектива может касаться как вообще жизни вашей в общем так и к профессиональной сфере вы хотите перемен что за перемен вы желаете ну пока здесь сказать четко конкретно не могу большей степени здесь идет некое такое планирование планирование хочу жить больше в достатке хочу больше уюта комфорта спокойствие внутреннего возможно да для себя хочу вот жить в той жизни где присутствует такой правильный верный энергообмен да где есть договоритель как договорные отношения да вот ты мне я я тебе до чтобы все было правильно верно на не хочу борьбы здесь устала с кем-то бороться устала внутри себя как-то себя как правильно сказать сопротивляться да то есть какие-то внутренние разногласия и от этого уже есть какая-то усталость то есть хочется спокойствие внутреннего да для того чтобы уже как-то вот сказать жить в мире да сама собой и уже из этого состояния не знаю ходить на работу зарабатывать деньги что-то делать как-то созидательно что-то творить создавать да то есть там есть на если вы у вас свой бизнес и вы создаете какие-то услуги дата хочу чтобы вот все было спокойно понятно ясно конкретно чтобы меня никто и ничто не отвлекал что вот я вот давала какие-то свои услуги там я не знаю шью вышиваю пику и так далее мне за это давали деньги все ясно четко понятно может быть как-то упрощенно в чем-то может быть примитивно в контексте каких-то таких вот бытовых мирских понятных ситуациях вот без какой-то там особой философии духовности и так далее любви и эмоции переживаний нет хочу вот что-то такое земное понятное конкретно потому что от всего устала такое знаете бывает иногда состояние что все уезжай устала от мегаполиса хочу в деревню в тишину до что меня никто не трогал меня было вот свой режим своя обыденность и мне хватало денег на все и я вот просто буду жить и наслаждаться жизнью получать какое-то удовольствие здесь вот как-то об этом еще к чему вы тут стремитесь какой-то правильный верный спокойный размеренной жизни может быть да кто-то здесь хочет не знаю стремится жить как-то с верой здесь вопрос веры и доверия он проскальзывает то есть да с одной стороны я хочу новой жизни да пока еще четко не понимаю что это за новая жизнь но при этом хочу чтобы эта жизнь она была какая-то правильная вот вопрос правильности да у каждого он будет субъективный то есть правильная жить как-то еще раз повторюсь и скажу в мире со своей душой то есть согласно своим каким-то морально-нравственным ценностям да то есть здесь как будто бы человек устал может быть устал кому-то что-то доказывать с то воевать что-то завоевывать может быть здесь есть усталость вообще от каких-либо обязательств на вот то хочется вот прям упрощенный да я обычно говорю это примитивный но упрощенный какой-то жизни вот именно простой пускай она будет без ярких эмоций пускай будет без ярких каких-то впечатлений но при этом чтобы она была понятная чтобы она была конкретная не хочу неожиданности не хочу никаких сюрпризов пускай даже это будет позитивные все равно не хочу сюрприз хочу легкости легкости понятности структурности и так далее еще к чему вы тут стремитесь вот я сказала к легкость а у нас две карты вода тройка тройка кубков и жезлов хочу реализации своих желаний хочу такого яркого будущего для себя но яркого не обязательно в контексте там не знаю за собой лидером и за собой вести людей нет общаться и хочу чтобы это общение оно было такое в чем-то может быть поверхностная но с другой стороны как-то ни к чему не не обязывающая не принуждающая потому что здесь возможно есть ощущение что я устала от обязательств мне это проскальзывает насколько много ответственности как-то вот много обязательств и есть вот усталость вообще от каких-то дел на вот я сказала вот она четверка мечей да то есть я устала вообще от каких-то дел какую жизнь мы себя рисуете ну во первых вы закрываетесь от от повешенного до от того что нужно как-то себя чем-то ограничивать что-то решать до хочу чтобы жизнь она просто текла чтобы нигде не было никаких остановок чтобы нигде не было никаких застреваний хочу праздника хочу праздника хочу удачи хочу веселья хочу радости и беззаботности изобилия вот всего самого открытого чистого хочу честности хочу верности преданности я имею ввиду во взаимоотношениях хочу хочу настоящей жизни и вот слово настоящий каждый будет вкладывать свои какие-то понятия вот к этому вы стремитесь давайте я спрошу а для чего вам такая жизнь мне просто интересно стало ну вы об этом думаете здесь нету вопроса для чего просто вам это интересно вам любопытно вы находитесь на том этапе когда вы готовы это испробовать очень много кризисов сложности было в жизни до этого момента что-то для себя поняли осознали вышли из каких-то возможно иллюзий и теперь готовы взять ответственность за свою жизнь и выстроить ее так как вы хотите долгое время вы к этому идете вот многие моменты из своего прошлого прорабатывали может быть вспоминали может быть вспоминаете сейчас что-то и хотите заново это прожить в каких-то моментах как-то так так это была вторая позиция соберу соберу это у нас два пуза даже выпало да и мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку троечки смотрим вас к чему вы сейчас стремитесь любви к союзу гармонии баланса как-то вот вы разочаровались своих желаниях своих амбициях да и как будто бы здесь пришло понимание что хочу что-то такое для себя именно для души то есть работа это хорошо но хочется как-то что-то и для для души так здесь есть движение уход куда вы идете куда-то вы тут двигаетесь там нацелились на что-то приняли решение получить что-то любой ценой а что конкретно то что вы любите то что вам нравится да то есть вы хотите пойти к новым берегам новым берегам что это за новые берега куда вы хотите пойти ну пока пока не знаю да пока пока только думаю очень много переживаю на этот счет представляю как что может быть вроде бы в идеях мне это нравится но при этом нам четко не показывает куда вы идете не важно куда важно чтобы это было новое опять же такие новое это не факт что это будет хорошо либо это будет плохо однозначно вот так как было в прошлом я не хочу я хочу новое что то что новое вы тут хотите пока не знаю я понимаю что что-то должно измениться потому что мне сейчас уже не устраивает ничего но конкретно к чему я иду я не могу подсказать то здесь вы как будто бы от чего-то уходите к чему вы идете вы не знаете вы еще не определились да здесь много каких-то хитростей уловок здесь придется чуть позже принять какое-то решение да вы думаете ну хотите изобильной жизни да хотите радости каких-то плотских у тех плотских у тех к тексте наслаждения своей плоти это может быть вкусная еда это может быть всевозможные уходы за телом здесь хочется быть сытым быть одетым быть в безопасности быть спокойным вот что-то такое и когда вот эти базовые потребности будут подкрыть покрыты то тогда я уже смогу подумать что-то там не знаю касательно дружбы либо касательно какого-то развития но опять же таки это должно будет быть как-то в позитиве там сходить куда-нибудь кино сходить как-то в театр то есть развитие оно должно будет здесь произойти после того как ваши базовые потребности покроются то есть вы как будто бы желаете и мечтаете лучшей качественной жизни для себя но проблема заключается в том что в этом нет какое-то постоянство да то есть вы очень быстро выгораете перегораете либо начинаете думать о том что вот у меня денег нет то есть здесь как-то вот по настроению вы человек настроения то есть когда не знаю возможно в хорошем настроении вы этого хотите когда в негативном как-то не хотите вот что то такое сейчас как будто бы надолго не хватает на надолго не хватает падаете ну может быть сейчас вы находитесь в каком-то таком состоянии знаете немножко не ресурсным то есть и поэтому здесь и выпадает семерка кубков до что я не знаю я не совсем понимаю что я хочу зачем мне это нужно то есть пока я хочу побыть в каком-то своем комфорте то есть если по первой позиции люди хотят восстановиться энергетически то вы пока для себя не не определили что вы хотите то есть вы пока бездействуете я не чувствую чтобы здесь был какой-то вот там знаете негатив там низкие вибрации вообще не нет все нормально просто пока я я не знаю да я не знаю но прилетит башня внезапно да и разрушит все то что вас привязывает все что вас сдерживает да то есть здесь так или иначе будет разрушение разрушения какие которые поспособствуют дальнейшему вашему развитию и движению выйти из того что вас сейчас как-то в некоторых моментах может гложет но вот это вот тройка меча она связана с этой семеркой мечей здесь какие-то хитрости да то есть от чего-то вы тут убегаете вот не хотите смотреть в эту сторону но придется придется то здесь нужно будет очиститься прежде чем вы пойдете дальше края в развитии еще раз посмотрю к чему вы тут стремитесь к наполненности сейчас вот я хочу наполниться закупков либо если мы говорим в философском каком-то аспекте да то именно хочу раскрыть свои таланты хочу понять свое существование на этой земле до смыслы какие-то для себя раскрыть вот и хочу определиться своим дальнейшим путем здесь ощущение того что человек как-то созрел психологически и уже понимает что вот не хочу так как было раньше как-то вот по-детски что ли эмоционально хочется уже как-то по-взрослому по-взрослому как-то с другими ценностями более глубоко более понятно без каких-либо очень ярких проживаний моментов да то есть вот если эта радость то окей хорошо порадовались да то есть не надо выплескивать вот это все там прыгать склопать в ладоши ну то есть можно как-то вот по взрослому выразить свою радость немножко по-другому проявить ее да это не говоря о том что человек отказывается от этой радости но уже как будто бы акцент здесь делает на другие вещи до больше на вот я говорю в контексте именно понимание себя на этой жизни вот желание реализации каких-то своих идей может быть уходите в какие-то моменты здесь в свою утопию вот идеализацию либо кто-то же находится в состоянии того что я слушаю сейчас свой внутренний зов откуда меня ведет туда я иду если речь идет о смене например работы то вы хотите уже работать вот на работе по душе да если мы не говорим про какое-то призвание вот хотя такой тоже может быть да то есть человек как будто бы ищет свое призвание то есть где куда меня зовет где мое место где я могу реализоваться я могу вырасти я могу быть полезным то есть здесь здесь какие-то мечты да вы готовы даже и учиться чему-то новому да здесь желание смены каких-то циклов выйти из своего затворничества да уже начать реализовывать свои какие-то идеи да да на десятка мечей завершения какого-то этапа то здесь ощущение того что человек уже хочет что-то сделать по взрослому уже так чтобы это было как-то долгосрочно чтобы это было стабильно но не в контексте привязанности а к стабильности а в контексте того что вот не знаю если уже строю дом то это не будет какая-то палатка либо что-то такое временное до времен как к это это уже должен быть дом какой-то если дом значит надо все продумать так чтобы это вот вот хочется стояла на века допустим если это какие-то отношения то я уже ищу человека допустим не в контексте того что я хочу семи с ним а в контексте того что я хочу человека для своей души для того чтобы мне было хорошо чтобы было понимание чтобы была взаимность да то есть немножко как это сказать здесь по более взрослый взгляд на жизнь но однозначно вы хотите здесь какой-то новизны какого-то обновления причем это не потому что вам это в голову взбрело а потому что это какой-то естественный внутренний процесс знаете как процесс брожения и он рано или поздно приведет вот к тому желаемому продукту который можно будет дальнейшем использовать то есть вот со временем он стоит становится более как-то качественный да как-то созревает вот здесь что-то такое аналогичное происходит и у вас вот такой был у меня сегодня коротенький расклад для вас хочу поблагодарить вас за то что вы остаетесь со мной пишите комментарии ставите лайки встретимся с вами в среду кому интересно можете подписаться на мой телеграм-канал я там делаю почти каждый день расклад и все зависит от моих ресурсов на вот ссылку на телеграм-канал найдете в разделе сообщества в любом из анонсов самом низу есть можете мне написать телеграм я вам дам ссылку либо перейдя по ссылке мои услуги под любым роликом а я с вами прощаюсь пожелаю вам теплого душевного я вот так сказала теплой душевной недели что-то она у меня идет такая знаете больше интровертная что ли ну плюс еще начался пост да для кого это вот важно кто придерживается вот и поэтому как-то больше у меня ощущение того что неделя она будет интровертная как-то погружение в себя не совсем желание выходить на люди либо общаться хочется просто побыть собой на побыть в тишине ну как говорится всему свое время и если вы так ощущаете то обязательно это сделаете прощаюсь с вами всего самого наилучшего всем пока пока